АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Проще говоря. Самый известный доброволец республики спас жизни 80 человек. Хотя в официальных списках волонтеров не значится. Напомню, изомское чудо случилось осенью 2010 года. Потерявший управление самолет Ту-154 совершил аварийную посадку на несуществующую взлетно-посадочную полосу. Этой спасительной полосы не было ни на картах, ни в официальных документах. А сохранила место для посадки и жизни людей семейная пара волонтеров. Сергей Сотников с женой. Первый официально работал начальником Ижимской вертолетной площадки. После закрытия аэропорта он 12 лет добровольно и бесплатно чистил и охранял от разграбления взлетно-посадочную полосу в полтора километра. На вопросы местных жителей зачем? Отвечал коротко. Потому. Сергей Сотников любит порядок. Благодаря чему 7 сентября 2010 года 80 пассажиров Ту-154 родились второй раз. Бывает и так. Но это из ряда вон. Гораздо чаще волонтеры спасают жизни обычных потеряшек. В принципе их должна искать и ищет полиция. Но для прочесывания территорий, расклейки объявлений и массового опроса доселения сил не хватает. Добровольцы-участники таких акций давно поняли, что для дела им надо как-то объединяться и самим координировать свои действия. Например, в 2010 году в поисках девочки Лизы под Москвой участвовали полтысячи добровольцев. К сожалению, девочка погибла. Если бы начали раньше и искали бы грамотнее, то Лиза осталась бы жива. Расстроенные добровольцы крепко задумались. Так возник сплоченный отряд. Потом он превратился в движение Лиза-Алерт. Алерт означает тревога. С 2017 года такая структура активно работает и у нас, в КОМИ. Это серьезная общественная организация с достаточно жесткими правилами поведения, формой и даже своей технической базой. Есть свой сайт с формом. На нем вывешиваются объявления о пропавших и ходе поисковых работ. Добровольцы обмениваются сообщением. Радует глаз объявления. Поиск прекращен, найден, жив. Но есть и другие. Обычно вступают в организацию люди, уже столкнувшиеся с проблемой поиска родных или друзей. Но есть и просто неравнодушные и любопытные граждане со свободным временем, автомобилем и навыками ориентирования. По организации дела близки Лизе-Алерт отряды поисковиков-добровольцев по местам боев Великой Отечественной войны. Каждый год под руководством инструкторов молодые люди ищут и находят останки погибших воинов. Устанавливают личности и организуют захоронения. У любителей природы в республике тоже имеется целый ряд некоммерческих общественных объединений. От экологического туризма до раздельного сбора мусора. Так что, если вам нашу природу действительно жалко, то найти единомышленников труда не составит. Вы не одни такие. Конечно, отряды добровольцев создаются при наличии вожаков. Так устроено человеческое сообщество. Но в последние годы государство таким организованным структурам оказывает реальную поддержку. И организационно, и в виде грантов. Последняя добровольческая новость. В рамках государственной программы с красивым названием «Серебряный волонтер» у нас открылся центр для пенсионеров молодой душой. Ведь пожилые люди не только поют хором и занимаются рукоделием. И полезны могут быть не только детям и внукам. Кстати, легендарный «Сотников» тоже теперь на пенсии. И они посильно волонтерствуют. Но в основном поодиночке. Государство через центры молодой душой берется помочь таким активистам с поиском единомышленников. Есть помещения, техника и специалисты. Они обязаны помочь с оформлением документов, на участие в разных программах и грантах именно людям пожилым. Посмотрим, что покажет практика. Проще говоря, добровольцы были и будут нужны обществу во все времена. А еще, доброе слово, а тем более дело, отзовется обязательно. Тем более, что делать такие дела бывает само по себе и интересно, и приятно.